Всех приветствую на канале NonamEasy. Сегодняшнее занятие будет посвящено маршевой лестнице в коттедже. И сделаем мы эту лестницу с помощью программы SolidWorks. Последовательность занятия. Снятие размеров, составление макета, потом прочностной расчет, оформление и ограждение нашей лестницы в коттедже. Итак, какой тип лестниц я выбрал для того, чтобы провести наши занятия. У нас будет не тетива, не нашверили, не железобетонная, а вот так изогнутая профильная труба будет как раз под ступеньки. Ступеньки будут деревянными, дальше на них ставятся ограждения. Тоже они будут металлические и сверху будут деревянные. Вот еще я скачал фотографию, каково у нас примерно. То есть все будет так. Прямоугольная труба в виде ступеньки и подъем. И вот еще одну фотографию нашел, похожую на то, что у нас будет в нашей лестнице. Итак, первое, что нам нужно сделать, это определиться с габаритами. Габариты у нас либо уже заданы, у нас готовый проем в коттедже, либо мы 100% понимаем, какие они будут. Либо сами приезжаем на коттедж, если мы к заказчику, если мы подрядчик, то снимаем размеры у него. Если свой коттедж, то, соответственно, у себя дома снимаем. Итак, вот наша лестница в примере. Длина у нее будет 2500, ширина 1900. Первый этаж, соответственно, второй у нас будет точно такой же. При этом у нас слева пойдет наверх, потому что здесь дверь у нас в ванную комнату. Высота у нас 0 и 3080. А проем у нас 2500, да? Отсюда мы приходим к чему? Что у нас не совсем стандартная лестница будет. О стандартных лестницах мы поговорим чуть позже. Но сейчас я предлагаю нарисовать, и мы с вами подумаем, как же нам быть. Потому что не всегда получится так, что вот эта площадка переходная будет у вас плоская. Я вам сразу скажу, что нам здесь в этом примере придется из этой переходной площадки делать ступеньки для того, чтобы избежать крутого подъема. И поэтому будет очень интересно. Итак, открываем наш SolidWorks. Запомнили, 2500 на 1900. Два косауры нам нужно сделать. Открываем новый файл. И начинаем прорисовывать именно в эскизе. Для того, чтобы понять, как у нас будет это. Выбираем спереди и рисуем. Итак, ступенька у нас, как правило, должна быть 300. Высота подъема где-то 170-190 мм. Ну, мы сделаем по-другому. Мы сейчас в эскизе рисуем. 2,500. Так. Дальше. Рисуем 3,080. Высота у нас подъема. И зарисовываем опять 2,500. Ну, это уже не важно. Теперь. На середине у нас должна быть площадка, правильно? Если у нас ширина лестницы 1900, то площадка у нас минимум должна быть 950. Ширина. Итак, 950. Вот наша площадка. И получается, мы должны провести вот так линию. Так. 2,500. И после этого, чтобы выйти нам на второй этаж, также линию. Замеряем наш градус. 44 градуса. Уже неудобно. Слишком крутая получается. В принципе, можно применить. Но очень круто получается. Давайте посмотрим, что у нас с ступеньками получается. Если мы делаем высоту подъема ступеньки больше 200, то человек уже начинает запинаться в эту ступеньку. Поэтому желательно до 200. Давайте сделаем 200. И отсюда нам приходит, какая у нас ширина ступеньки. И тоже 200. А вот длина ступеньки, ширина, должна быть минимум 300 миллиметров, чтобы было удобно. Конечно, можно сделать и 200, но у вас нога будет больше и вы не будете полного опирания на данную ступень. И поэтому тоже будет неудобно. И вот. Мы подошли к тому, что мы делаем большой уклон и не укладываемся. Можем и такую сделать. Но это будет неинтересно. Мы же должны сделать удобно, чтобы дети не падали. Чтобы бабушка могла зайти. Да? Для этого. У меня есть еще один снимок. Мы открываем стандартные. Вот тут дяди нарисованы. И с вами понимаем, что вот рампы и пандусы в магазинах там у нас до 9 градусов. Потом наружные лестницы пологие до 20 градусов. Это вот эти фойе, знаете, там общественные здания. И вот лестницы в жилых общественных зданиях 36 градусов. Дальше уже идут слишком, как сказать, крутые лестницы, которые не очень удобны в использовании. Вот. И вот справа рисунка нарисованы наши ноги людей. И видите, 290-300. Носочек еще сюда заходил. Вот. А если будет меньше, ножкой не будет опираться и будете падать постоянно. Ну, смысл в том, что нужно делать так, как должно быть удобно всем. Не только вам, чтобы зайти. Ну, и чтобы не упасть ночью. Оптимальная лестница это с уклоном 1-2. Такой уклон это 22,5 градуса. Но нам не достичь такой мы не сможем. У нас нет места в коттедже. И поэтому мы от другого сейчас будем с вами отталкиваться на следующем занятии. От чего именно? От того, что мы будем делать ширину ступеньки 300, высоту делать будем 170 миллиметров. Или сколько получится. Отсюда мы придем так, что наша площадка, вот эта, которая посередине, она будет тоже участвовать в ступеньках. И постепенно переходить на эту лестницу. Вот. И мы с вами сделаем 3D-эскиз уже, из которого будет понятно, как будет выглядеть наша лестница. И потом дальнейшее проектирование начнется. Ну что, если вам понравилось первое занятие, не забывайте подписываться на канал. Обязательно поддержите меня комментариями. И увидимся на следующем занятии. Всем удачи. Пока.